Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился один из моих любимых танков в этой игре, Франкинштанг. Тяжелый танк 7 уровня, премиумная машина, но она больше рассчитана не для того, чтобы вы на ней фармили, а для того, чтобы вы на ней получали максимум удовольствия от боев, в которых вы участвуете. Эта машина действительно для фана, и я бы сказал, что это имба фана в нашей игре. Имб фана у нас достаточное количество, но не все машины в игре, безусловно, достойны данного звания. Что касается ценника, я считаю, что за 3,5 тысячи вот этот набор, это действительно годно, действительно нормально. Вы получаете себе премиумную семерку, которая позволяет вам получать максимум удовольствия от боев и получать абсолютно нестандартный геймплей. Вы получаете 14 дней према, что на сегодняшний день является ценностью в нашей игре. Полмиллиона серебром вдобавок, я не могу сказать, что это сильно много, это 10, ну пускай 15 хороших победных боев на каких-нибудь фармящих машинах 8 левела, но все же в нагрузку дали, да и слава богу, вы получаете обвес крылья ночи, которая на этой машине смотрится просто шикарно. Вот этот аватар я ценностью не считаю, поэтому не буду там что-то говорить по поводу его. Что касается X5, в количестве 20 штучек на франкенштанг, а на данной машине сможете нормально реализовать их, ну и соответственно поднять элитный опыт экипажа. Открытое все оборудование на 7 уровне не такое уж и дорогое, но в то же время не такое уж и дешевое, поэтому позволит сэкономить, ну и все, что сэкономил, можно сказать, заработал. Ну и плюс к тому вы еще имеете возможность открыть 3 контейнера, плохая компания, глядишь оттуда что-то еще и выпадет дополнительное, тогда будет совсем клево и окупитесь прям на все 200. Но даже без этих контейнеров я бы все равно сказал, что 3,5 тысячи для данной машины очень даже приемлемый ценник. Машина обладает очень интересным орудием, немного таких пушек в нашей игре, сейчас покажу о чем именно речь идет, я думаю многие уже догадались, ну а кто не знает, то обратите внимание на голдовые снаряды. На голдовых снарядах, в отличие от многих других орудий в нашей игре, у вас пробитие становится не выше, а ниже, но при этом все, вы набрасываете количество урона не меньше, а больше. Таким образом получается, что голдовые снаряды необходимо использовать не тогда, когда вы кого-то пробить не можете, а наоборот тогда, когда вы 100% на кого-то пробиваете на 171, ну и соответственно закидываете уже не 460 среднего урона, а целых 530. На 7 уровне это действительно очень круто. Что касается времени сведения, оно безбожно большое, но к нему можно привыкнуть, то же самое касается и разброса. Эти цифры обсудим непосредственно в самом бою. Что касается ДПМа, всего лишь 1618 единиц. Это все из-за времени перезарядки, орудия, которое составляет целых 17 секунд. Да, это действительно очень долго, но поверьте мне, эти 17 секунд стоят того, чтобы накинуть голдовым снарядом практически на 600 единиц своему сопернику, который и так весит в районе 1000. Ну что, берем машину и поехали в первый попавшийся бой. Ну что, друзья, погнали. Я, играя на Франкенштанке, всегда помню о том, что я захожу в бой ради получения удовольствия, ради получения абсолютно каких-то нестандартных ощущений от игры. И получить от этой машины то, чего многие другие машины дать не могут. Поэтому всегда заряжаю сразу голдовый снаряд на тот случай, если на меня выезжает как раз слабобронированная техника. В данном бою мы играем против шестерок и семерок. Это не может не радовать, потому что против восьмерок, безусловно, машине гораздо тяжелее. Но, ребят, как я говорил, данная машина исключительно для фана. И вот когда вот так вот ты накидываешь 500 единиц товарищу и сносишь ему половину лица, то ты понимаешь, в принципе, за что ты переживаешь каждый раз по 17 секунд времени перезарядки. За что ты страдаешь, когда дожидаешься полного сведения орудия. Именно для этого Франкенштанке предназначен. Играя на голде, вы не будете находиться в плюсе. Возможно, будете даже находиться в минусе по серебру, по результатам боя. Но все-таки Франкенштанк это одна из тех машин в этой игре, которая требует от вас затрат, для того, чтобы за эту стоимость вы приобретали себе позитивные эмоции и какие-то нестандартные, как я уже говорил, ощущения по результатам боя. Поехали нашего Хельсинга поддержим. Сейчас поднимется этот товарищ. Нет? Боится выезжать. Ну ладно. Погнали дальше. Не очень бодрая машина в отношении передвижения. Действительно передвигается по карте слабовато. Такой себе действительно натуральный тяжелый танк. И стоит отметить в то же время запас прочности. У него достаточен для того, чтобы можно было размениваться, где-то в чем-то терять. Ну и вот так вот накидывать. В данном случае 620 единиц. Я играю сейчас катку исключительно на голде. Ну, во-первых, потому что хочу накосить максимального урона. Во-вторых, потому что мне нравится наблюдать за тем, как в моего соперника влетает достаточное количество урона. Поторопился сейчас. Очень обидно. Понятное дело, что сейчас меня будут выносить 17 секунд. Я явно не переживу, к сожалению. Товарищ косанул. Ну, а для меня это возможность отправить его в ангар. 540 единиц. В принципе, более чем достаточно для этого. Так, адреналин. 4 секунды. Добрали соперника. Ну, слава богу. И я не слился с тремя хп. И урона дополнительно набросал. В контре или где-то. Я этого не заметил. Ладно. Бог с ним. Смысл не в том. Смысл в том, что машина действительно имбовая. Но имбовая не потому, что она готова разрывать всех, кого не лень. И там действительно вы будете заходить в бои, разбрасывать всех направо и налево. Это такой себе КВ-2. Согласитесь, на КВ-2 вы тоже не часто стреляете в боях. Но если вы делаете это четко, то тогда вы выходите из боя с какими-то великолепными результатами по настрелу. Ну и, соответственно, с позитивными эмоциями. Досматриваем бой. Смотрим на результаты. Итак, друзья. Результаты боя. 1650 единиц урона. Знак классности третьей степени. Один уничтоженный соперник. Что касается нашего результата по фарму. То напоминаю, я использовал голдовые снаряды. И если будете играть голдовыми снарядами, как это делал я, то понятное дело, что в каком-то там особом плюсе вы не будете. Но, как видите, в минус тоже не особо-то и уйдете. Что касается результатов без учета пополнения боекомплекта в виде голдовых снарядов, то будете в каком-то там плюсе. Но, опять-таки, эта машина абсолютно не для заработка. Что касается результативности по команде, то бодрое первое место. Несмотря на то, что я не выжил в бою и меня вынесли гораздо раньше. Там оставалось еще в команде 4 союзника, которые накидывали урон. И при этом всем я себе сейчас чуть случайно лайк не поставил. Но, так или иначе, как вы видите, результаты налицо. Машина действительно может давать бодрые результаты по настрелу. Вы можете рассчитывать на 2-2,5 тысячи, если в бою продержитесь чуть дольше, чем это получилось у меня. Ну, еще раз повторюсь, данная машина, она не предназначена для статистов. Она не предназначена для тех ребят, которые видят в танках исключительно инструмент для получения серебра, допустим. Эта машина точно не для вас. Но если вы любите всякого рода нестандартные машины, если вам нравятся всякого рода могильщики, всякого рода фараоны и подобные тачки, то тогда и Франкенштан к вам зайдет, потому что это семерка, которая предназначена исключительно для того, чтобы на ней фаниться. А не для того, чтобы на ней поднимать какие-то горы серебра, либо получать прям сумасшедшие какие-то результаты по настрелу. Но поверьте мне, когда вы поймете, как на нем играть, то вы не будете, не будете уходить с первой тройки лидеров в отношении настрела, как в проигрышных, так и в победных боях. Стоит также отметить, что у этого товарища есть еще одно орудие базовое, но оно менее интересное. Здесь чуть-чуть выше пробития базовым снарядом, существенно выше пробития голдовым снарядом, но в то же время средний урон 310 и 260. Это как бы вообще не о Франкенштанке, это орудие не для него. Его орудие как раз вот это. Согласны или нет, пишите об этом обязательно в комментариях. И кстати, ребят, напоминаю о том, что в ближайшее время на канале выйдет видос про вот этого вот товарища. Я говорю о Дракуле. Так вот, если вы хотите Дракулу себе в ангар, дождитесь этого видео. Для того, чтобы его не пропустить прямо сейчас, подписывайтесь на канал. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы вам пришло соответствующее уведомление. Под видео про Дракулу оставляйте свои комментарии, так как я это скажу в самом видео. Ну и соответственно участвуйте в розыгрыше вот этой вот машины. Всем успеха, я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.